Потом меня не было, я в отъезде был и перегорел свет. Ну, это я послал ребенка внизу с соседями, чтобы они помогли нам. И пришел мужчина там соседский и сделал пробку. А потом спрашивал, вы знаете, кто вам электричество сделал? Я министр внутренних депутатов в Чечне. А Львов сказал, вы знаете, кому вы сделали электричество? Это себя привели министра Голуби. Бена убили. Помнишь? Взрыв был, он пошел на эту машину с собой, заслонил Джохара и сам погиб. А его жена потом говорила, они внизу жили, в гости пришли. Сестра жены жила внизу. Это плакало, что он работал годы в России, в милиции. Бандитов гонял, там арестовал, никто его не убил. А здесь Чечен его убили. Вот какую они страшную вещь внедрили в Грузию, в Чечне. Заставили грузина убивать грузина, а Чечена убивать Чечен. Вот это сатанист. Вот против этого боролся и Гамсахулдзе, и Дудай. То есть, закончу тем, что мы оказались в очень дружеской обстановке. И я думаю, что вот эти отношения, начиная Дудаева с Гамсахулдзе, эти отношения Чеченов с грузинами, они очень великую роль сыграли. Если бы не это, Эдуард, я точно уверен, в Абхазии страшная война была, и очень плохо себя показали бы многие северо-кавказские народы. Кстати, вот про Абхазов. В то время, когда вы в Грузии находитесь, и председателю власти в Грузии, Шевернадзе начинает в Абхазии военную кампанию. И, опять же, в Чинскую республику прибывает много Абхазцев. Уже для того, чтобы найти помощь, даже вооружений. И вот очень интересно получается ситуация. Чинский народ собирается и к грузинам, и к Абхазцам, которые у которых Катры. Мы сейчас, я не спрашиваю, не говорю, не акцентирую, что это Шевернадзе начало, или Адзима, Катаркова, но вы общались, даже виделись, вы были, атактировали, вы видели, в Грузии были. Как-то активно общались. Да, активно. Да. Вот как это было, как происходило? Давай. Вы знали. Давай откинем лочь. Переинформацию откуда-то сказали. Во-первых, Грузин отлично понимали, что никакого конфликта между грузинами и Абхазами нет. Чехар выступал по телевидению и прямо сказал, это не конфликт между грузинами и Абхазами, это русско-грузинская война в Абхазии. Он это повторял с нудной последовательностью. При каждом выступлении и рассмотрении этого вопроса, там, по телевидению, он подчеркнул, в Абхазии идет война между Российской империей или имперской Россией и Грузией. Между грузинским народом и имперскими силами России. Даже не русским народом, а имперскими силами. Это война в Абхазии между империей России и Грузией. То есть понимание этого конфликта у Чехара, во всяком случае, было полное и глубокое. Он не сводил это к этническому конфликту, которым бы так хотели имперские силы всего мира показать то, что происходило там. Никакой вражды между грузинами и Абхазами там не было. Они с удовольствием и отлично жили в дружбе. Это раз. Повторюсь, что мы увидели в Грозном, это твоя власть. В Грозном не было власти Дудаева или власти легитимного государства, аппарата. Твоей властью было. Была власть легитимного власти Дудаева, скажем так, грубо, грубо. И конфедерации горских народов. Я могу, в принципе, даже точно сказать, может быть, что вооружений и вооруженных людей у конфедерации горских народов было больше, чем в Дудаеве. Кофедерация горских народов, как политическая организация, как военизированная организация, была создана в сухом. Она финансировалась, прямо финансировалась, она прямо вооружалась Россией. То есть они получали БТР и танки на Северном Кавказе, беспрепятственно доставляли их в Абхазию. То есть в Чечне было двоей власти. Поэтому мы, когда встречались с Абхазами, они очень... То есть большинство из них, Суяда Гамсахудия, считали законным президентом всей Грузии, включая Абхазию. Они... Вот если для театру того времени взять, я много раз послал, кое-что есть в интернете сейчас, того времени. Там, говорят так, идут бои между войсками военного совета Грузии и ополоченцами Чечни. То есть посмотрите, как правильно всё. Там говорится не о войсках Грузии, а военного совета. То есть путь чистого. И между Абхазами и нами разговор был такой. Да, в вашу территорию вверглись эти бандиты, которые убивали нас. Поэтому мы обязаны, обе стороны, обязаны это остановить. Гамсахудия тотчас выпустил с обращением к мировой общественной. Те говорили, что эта война специально спровоцирована для того, за геноцида и этого грузийского и абхазского народа. То есть видение было абсолютно точное. И вот сегодня же мы, может, кто очень не хочет это видеть, но мир и большинство людей уже видят, уже удостоверились в том, что никакого этнического конфликта там не было. Готоваясь к развалу Советского Союза, специальные органы, эти мины замедленного действия, туда и во всяком случае всё время отмечают, что в Абхазии идёт русско-грузинская война. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok